а здесь когда-то были телефонные будки сейчас наверное туда можно спрятаться со своим телефоном чтобы шум не было слышно это мы сейчас находимся на станции метро комсомольская комсомол здравствуй комсомол кстати станция двухэтажная смотрите вот внизу можно пройти и по верхнему этажу можно пройти вот как-то так начал значит давайте загадаю новую загадку это какой конь не ест овес какие кони они едят овса в конце ролика скажу ответ но пока попробуйте разгадать ее самостоятельно но пока что так сейчас давайте посмотрим именно радиальную станцию метро комсомольская смотрите какой потолок конечно она такая менее исторически эпичная хотя наверху вот смотрите какие есть такие старинные бронзовые или медные изображения здесь есть несколько подъемов наверх возможно внутри вот этот посередине едва по краям с которого сейчас мы поднимались но обращаю ваше внимание что это станция метро не кольцевая а именно радиальная то есть кольцевая находится по соседству комсомольская которая идет по кольцу а здесь именно вот эта красная ветка здесь также можно перейти а вот здесь мы видим указан даже переход на станцию комсомольская сейчас пройдем подальше а это знаете мне напоминает какую-то корону на голове но не знаю прикиньте да вот взять какую-то такую штуку только облегченного формата чтобы не из металла надеть на голову вот и так вот чисто пройти по улице что подумают прохожие а если кто-то спросит как вы думаете какой будет самый актуальный ответ вот сейчас летом сейчас конечно на улице дождь но вот когда не дождь что можно ответить ответить можно то что так сказать это такая супер шапочка от жары чтобы солнце не светило потому что даже можно так сказать то что обычные кепки закрывает лицо да а это кепка будет закрывать все тело от солнца смотрите да она такая прям широкая метр на метр или знаете как это шапка зонт интересно да почему еще не придумали такие шапки зонты такие зонтики чтобы на голову крепилась ну реально просто простой облегченный зонт крепится на голову чтобы руки были свободные и как раз получается так что ровно посередине вот такой тоже такая знаете бизнес идея для стартаперов а здесь как раз выход есть и там и там в этот раз мы выйдем наверное а в сторону ярославского вокзала сейчас засниму его я не знаю конечно насколько это будет видосов вот смотрите значит первый тире второй выход это в сторону ленинградского и ярославского вокзала то есть это два разных вокзала один ленинградский другой ярославский выходы 3-4 это к казанскому вокзалу но и в общем доберемся конечно вскоре прям до всех вокзалов но сейчас чтобы я не запутался попробую показать все по порядку сейчас как раз продолжим с того места я по крайней мере просто хорошо помню то место с прошлого раза на чем я тогда остановился но я имею ввиду чтобы потом уже не забыть на чем остановился чтобы с того места и продолжить но кстати смотрите вот здесь лампы в формате свечек но типа в форме свечек напоминают свечка типа какие-то такие светильники со свечками но и здесь есть два формата свечи этих ламп свечи говорю из чисто круглые лампы типа весит груша нельзя скушать а есть такие лампы в форме яблока ну ладно чё значит правильный ответ на чё это за конь который не ест овес это шахматный конь как-то так вот а знаете что давайте я вам сейчас засниму как раз путь как из ярославского вокзала можно пройти прям в метро не знаю насколько это правда конечно но давайте попробуем пройтись выйдем или не выйдем мне самому интересно если там проход в метро или нету я прям реально из метро бы я сюда бы не попал то есть но а слова совсем вот здесь прям напоминает какие-то катакомбы бомбоубежище прям смотрите вот если на ленинградском хотя бы там типа такое еще достаточно проходимое место минус первый этаж то здесь я вижу совсем прям такие катакомбы но прям но на самом деле есть выход в метро но в общем вы поняли да это получается когда с первого этажа нужно завернуть за те стенды которые напротив камер хранения и вы попадете вот в такой коридор кстати как-нибудь потом засниму видос как из метро сразу попасть на ярославский вокзал не выходя на улицу ну допустим сегодня когда на улице ливень чтобы зонт не доставать прям сразу чтобы попасть на вокзал и прям случайно явно я вот прям реально случайно обнаружил сейчас сегодня этот самый проход как оказывается можно попасть в метро не выходя на улицу прям с вокзала вот здесь смотрите на просто подходим к турникетом сейчас я попробую по своей карте пройти так а ну-ка так поднесите карту предъявите билет а ну-ка но все хорошо прям по тройке свободно прошел так здесь нам напишут метро комсомольская туда сразу выходит он на обе станции это на кольцевую и на радиальную ну кольцевая коричневая радиальная это красная вот оказывается как-то так но что значит здесь также напомню то что набираем народ на рабочие места свободный график фиксированный график дистанционная работа на локации поэтому в общем как что-то пишем в комментах я вам потом сам отпишусь так только знаете я вот сейчас одного не понял такого прикола а какого я сейчас выходил на улицу не у меня-то безлимитка я-то сейчас попаду но спустя 7 минут а до тайм-аут ждите так назначат проскочил я сейчас на станцию и кстати смотрите я вас сейчас сюда зашел да оказывается через те турникеты нужно было не выходить потому что я вышел на турникеты электричек сейчас давайте-ка мы попробуем после всего этого зайти в метро что-то мне подсказывает то что сейчас как что-то спишут у меня а а нет пропустила но его получается по стрелочке заходим в коридор я надеюсь сейчас хотя бы мы идем не на улицу вот прям очень сильно надеюсь потому что сейчас вы стали свидетелями такой путаницы то есть и ладно у меня-то еще это безлимитка а прикиньте да там на кто-то вот так по карте зайдет непонятно куда потом выход обратно не приложит и у него там много спешит в общем смотрите мы зашли на это самый островок на площадку на которой неоднократно уже были кольцевая туда красная радиально вон туда я же спущусь на кольцевую ладно что значит жмем палец вверх подписку на канал их до следующих встреч станция метро комсомольская комсомолом вход бесплатный сучу час немного иная эпоха так а вот за всем этим наблюдает памятник дедушке ленину вот смотрите там еще сзади изображено так сер и молот прям такими узорами еще нарисовано ну и давайте пройдемся вдоль этой самой станции смотрите на потолке какие узоры и подсветка такая из-под потолка да в те времена кстати прям стремились делать красивые здания красивую архитектуру вот смотрите какая люстра ее ширина примерно отсюда если на глаз ну метра два три прям что хотели бы у себя такую люстру где-нибудь на кухне повесить на какой нибудь хрущевке так сказать где люстра больше самой кухни ну реально смотрите сталинская ленинская люстра по габаритам больше хрущевской кухни а то даже и хрущевской комнаты так ну и вот такие колонны здесь мраморные тоже с узорами сейчас как раз пройдемся вдоль и покажу потом дорогу на вокзал здесь находятся сразу три вокзала Казанский Ленинградский Ленинградский и Ярославский можете написать в комментариях почему Казанский вокзал называется Казанским если он не в форме Казана вот можете написать почему какой там Ленинградский вокзал называется Ленинградским и также почему Ярославский вокзал называется Ярославским если его строил не Ярослав кстати а может Ярослав это как из той серии могу ли я константировать факты если я не Константин вот напишите мне можно ли мне константировать факты когда я Константином а не являюсь а люстры прямо шикарные 5 баллов просто 5 баллов так ну а здесь смотрите выход на площадь трех вокзалов а там на Комсомольскую переход только на красную ветку ну а сейчас я еще как раз давайте наверное засниму уже чтобы не прерываться заснимем уже выход если конечно он скоро случится потому что насколько я помню по этим туннелям можно прям ходить бесконечно а здесь смотрите над люстрой вот такая звезда советская ну и вот здесь такая надпись как защититься от жары от жары как защититься скажу пойти на пляж и окунуться в водичку но главное конечно все в меру чтобы было кстати если говорить про солнечный удар то детонатором солнечного удара это является является перегрузка интеллектом и плюс еще совместно с эмоциональной не выплюснутостью ну то есть когда эмоции внутри копятся именно не выпущенные не реализованные вот так что без этого жара вам не страшна ну и главное соблюдать водный баланс в организме посмотрите какая люстра она прям такая какая-то кучная знаете мне она напоминает знаете что именно барабан револьвера что-то почему-то есть такая ассоциация раньше кстати здесь висели ну где-то лет 10-15 назад на вот этих стенах висели различные рекламные щиты сейчас их поубирали я знаю может денег мало платили потому что как по мне то лучше смотреть на рекламные щиты чем на полностью пустые стены без ничего как там в поговорке чистые стены это иллюзия порядка не знаю написали бы хотя бы какие-то цитаты Ленина Сталина все-таки на комсомольской то находимся что-нибудь такое вдохновляющее мотивирующее в честь нашей комсомольской истории а ну и кстати смотрите такая же самая люстра нас сейчас встречает наверху здесь скажу так еще до этого было очень много железнодорожных транспортных линий и дальнего следования и электрички а сейчас смотрите два мцд это д2 и д4 в общем нелегко здесь будет сразу найти свою станцию сейчас давайте посмотрим вот этот небольшой такой вестибюль вон там пригородные поезда написано выход номер один давайте пойдем в этот самый выход первый там и потом попозже посмотрим на радиальную ну давайте вот сюда сейчас зайдем на отправление поездов почему бы и нет или как сейчас какой-то такой знаете дебильной фразой модно говорить почему бы и да ну не знаю возможно кто-то хотел сказать почему бы и не да но поскольку сленги стремятся к упрощению так оно и прижилось почему бы и да кстати кстати вот это место я наверное несколько раз снимал на видео половина из них уже выложено половина все еще на флешке но я думаю эти места мы обозреем попозже прям отдельным выпуском и еще с такими вот фонтанами но это давайте попозже сделаем и сейчас я поищу кабинет сороковый но кабинет сороковый это туалет почему сороковый но можете догадаться напишите вот свои версии почему кабинет сороковый я назвал сороковым так ну и здесь различные перекосы кофейни буфеты а я сейчас пойду тогда чуть попозже засниму новые видосики